Друзья, всем привет! С вами Артем и компания Сфера Кар. Наш последний обзор был на сегмент кроссоверов. Сегодня мы с вами будем разбирать седаны. А седаны какие? Именно премиум класс и новинки, которые еще не проходны, но вот-вот уже скоро будут проходными, поэтому стоит заострить на них внимание и рассчитать их стоимость. Погнали! Друзья, начнем мы с вами с одного из самых интереснейших, на мой взгляд, автомобилей. Это Lexus LS 500H. Почему он интересен? Это гибридная версия с объемом двигателя 3,5 литра на 299 лошадиных сил с мощностью гибридной установки 132 киловатта. И эта связка, она очень крутая и придает очень хорошую динамику данному автомобилю. Плюс красивый внешний вид. Вы посмотрите на эти изгибы, на эту оптику, решетку. То есть он выглядит очень стилево. По салону также вопросов нет. Есть полноприводные версии. Это как в данный момент я вам сейчас показываю. Здесь 4WD. Также есть и заднеприводные версии этих автомобилей. Крутая акустика. У них, как правило, ставят акустику от Mark Levinson. 23 динамика устанавливают. Багажник сопоставим с его младшим братом Lexus ES. И эта модель, эта модель, она стала легче на 90 килограмм в соответствии со своим предшественником, с предыдущим кузовом. Стоимость этого автомобиля, у него пробег 94 тысячи, оценка 4,5 балла. 3 миллиона 887 тысяч рублей. Так, и давайте рассмотрим еще один вариант. Это белый цвет, люкатый, вот такой персик. Но, по мне, даже серебристый цвет, он выглядит намного интереснее, чем белый. Но, тем не менее, вот эта оптика просто, он шикарный. Шикарный автомобиль. 4,5 оценка, 53 тысячи пробег. Это очень маленький пробег для данного автомобиля. Такие же двигателя устанавливались на крауны с объемом 3,5 двигателя. С 3,5 объемом, извиняюсь. Так, стоимость этого автомобиля 3 миллиона 940 тысяч рублей. За шикарный LS. Это класс премиум, в котором вы получаете безопасность, комфорт, динамику, крутой внешний вид. Я думаю, он стоит своих денег. Следующий вариант, это Lexus ES. Как вы все, наверное, знаете, этот автомобиль построен на базе последней Camry. Какие плюсы у автомобиля? Не хотите задний привод, пожалуйста. Вот вам переднеприводный автомобиль с двигателем А25А. Данный двигатель имеет мощность 178 лошадиных сил и мощность гибридной установки 88 киловатт. Автомобиль внешний также максимально симпатичный. Я бы даже назвал его красивым. Почему симпатичный? Да, если он красивый. Давайте немножечко поближе его рассмотрим. Так, и переднюю часть. Мы в последнее время очень много стали завозить таких автомобилей. Спрос на них вырос. И что интересно, на японский рынок японцы стали выпускать варианты автомобилей, у которых устанавливается вместо зеркал камеры. И это только на японский рынок. До 2020 года эти автомобили выпускались на никель-металлогидридной батарее. С 2020 года стали ставить литий-ион. 107 тысяч пробег, 3,5 оценка. 2019 год. Стоимость автомобиля 2 миллиона 520 тысяч рублей. Эти автомобили идут только на переднем приводе. Гибридные. И все. То есть, чего-то другого вы не найдете. Дальше. Опять, как по сценарию. Белый вариант с люком. В комплектации F-Sport. Значит, управление будет лучше. 69 тысяч пробег, 4,5 оценка. 2019 год на таком красном красивом салоне. Черно-красном. Я сидел в этом автомобиле. Я ездил в этой машине. И скажу вам, поделюсь немножечко своими эмоциями. То есть, это лакшери автомобиль на переднем приводе. За счет того, что передний привод на руль, ну, от передних колес идет некое воздействие. То есть, управлять им немножечко тяжелее в соответствии, в соотношении с задним приводом. Но, в целом, по комфорту эта тачка ничем не уступает GS и LSU. Так, 4,5 оценка. 69 тысяч пробег, стоимость автомобиля 2 миллиона девятьсот девяносто три тысячи рублей. Пробег 69 тысяч, А25А двигатель. Такой, который устанавливают также в крауны 220. Ресурс очень огромный, поэтому можно не бояться и покупать пробеги намного больше. Для того, чтобы сэкономить себе немножечко бюджета. Друзья, и автомобиль, который нельзя оставить без вашего внимания, потому что в своем сегменте он один из самых технологичных, а именно Honda Legend. GNB двигатель с объемом 3,5 литра, 314 лошадиных сил, 3 электромотора. Один из них работает в связке с двигателем, мощность его составляет 35 киловатт. И два работают на заднюю ось. Семиступенчатый робот, максимально технологичный, очень много вспомогательных функций. Про этот автомобиль можно рассказывать много. Но Сергей ездил в Хабаровск и делал для вас очень крутой обзор. Ссылка будет вот здесь наверху. Давайте посмотрим, сколько стоит данный вариант. Оценка 3,5, 18 тысяч пробег, ресурс просто сумасшедшего автомобиля. Есть небольшие замечания, как раз таки они сыграют роль в стоимости. Он будет немножечко стоить дешевле. Стоимость автомобиля 3,185,000 рублей. Шикарная цена за крутые технологии. Друзья, и следующий автомобиль, за который японцам хочется вот так прям пожать руки, потому что внешний вид, салон, просто вышка. Это Honda Insight. Один и тот же человек, один и тот же дизайнер в Японии потрудился и сделал очень красивый внешний вид. Помимо этого он работал над дизайном Civic'а и Accord'а. Поэтому черты Insight'а, они чем-то схожи с Accord'ом. Ну и с Civic'ом. Lab двигатель, 109 лошадиных сил, мощность гибридной установки 96 киловатт. Салон из натуральной кожи, задние сидения у вас складываются, если что-то надо положить погабаритнее, пожалуйста, ради бога. Стоимость этого автомобиля, у него 106 тысяч пробег, четверка оценка, 1 миллион 420 тысяч рублей. Так, и еще один вариант, белый цвет. Немножечко давайте посмотрим поближе. Вот такой шикарный, на мой взгляд, салон Персик. Я сидел в этом автомобиле, делюсь с вами своими эмоциями. Это, ну, вообще, Honda, она всегда славилась своим салоном. Но что сделали здесь японцы, как ты это все воспринимаешь и ощущаешь, это круто, сидя в этом автомобиле. Так, у него, кстати, две комплектации EX и LX. Ну, еще есть Black Style, там дополнительные, да, плюшки. Но, в целом, как в старом добром аккорде, CR-6, CR-7, EX и LX. Здесь у нас 4,5 оценка, 51 тысяча пробег. Стоимость этого автомобиля 2019 год, 1 миллион 650 тысяч рублей. Друзья, и возвращаемся обратно к Lexus. Это Lexus IS. 2,5 объем, 2R-двигатель, такой же, как и устанавливался в Crown 210, 178 лошадиных сил, мощность гибридной установки на 105 киловатт. Как утверждают японцы, они здесь сочетают баланс спортивности и комфорта. 4,5 оценка, 49 тысяч пробег, 2018 год, стоимость автомобиля 2 миллиона 330 тысяч рублей. Следующий вариант белого цвета, оценка пятерка, 40 тысяч пробег, это F-Sport. Ну, пятерка оценка, это практически новый автомобиль, как мы видим здесь на аукционном листе, две царапины и маленькая-маленькая вмятинка, которую вы вряд ли найдете на этом автомобиле. Стоимость автомобиля 2 миллиона 480 тысяч рублей. Если хотите подешевле, смотрите немножечко побольше пробег, похуже оценку. Но, в целом, данный двигатель, он проверен временем, потому что мы видели с вами крауны с пробегами по 400, по 500 тысяч. О чем это говорит? О том, что ресурс у этой гибридной установки, у этого двигателя максимально большой. Так что не бойтесь брать пробеги немножечко больше. Друзья, и на десерт мы оставим для вас автомобиль, который потряс вас еще до этого. Вы помните все этот автомобиль? Это Honda Accord, но это уже обновленный кузов. 2020 год, LFB двигатель, 145 лошадиных сил, мощность гибридной установки 135 киловатт. Шикарнейший автомобиль, просто шикарный. Посмотрите на этот внешний вид. Это тот же дизайнер, который потрудился над Civic'ом и над Inside'ом. Но здесь придраться не к чему. Салон сделан из настоящей кожи. Также здесь есть пространство. То есть, вот это место опускается, сидушечки опускаются. И что-то габаритное можно положить в данный автомобиль. Шикарный автомобиль. Вопросов вообще никаких к нему нет. 4,5 оценка, 35 тысяч пробег. Стоимость автомобиля 2 миллиона 350 тысяч рублей. Так, еще вариант. 4,5 оценка, белый цвет. Какой он хороший, а! Просто персик. У меня прям слов нет, хочется сесть и прокатиться на нем. Быстрее везите. С октября месяца эти автомобили станут проходными. Поэтому уже можно в копилочку по чуть-чуть откладывать на этот персик. А с октября, даже немножечко раньше, начинать заниматься покупкой. Так, стоимость этого автомобиля 2 миллиона 740 тысяч рублей. Станут проходными, будут дешевле. Поэтому обратите свое внимание на данный автомобиль. Друзья, это была лишь только первая часть в сегменте седанов. Поделитесь в комментариях, какой из этих автомобилей вам понравился больше. Ведь мы вам показали такие персики технологичные. Ну а если хотите купить уже сейчас, контакты в описании. Ссылочка здесь наверху. Пока.